еврозона 376 363 владимир мы можем продолжить у меня еще очень много к вам вопросов это хорошо только давайте еще и мой телеграм-канал прорекламируем чтобы тоже люди писали туда я под своим именем сергенко владимир телеграм-канал я читаю там ваше сообщение вот прям прям сейчас тоже да уль давайте вопросы рубите владимир я хотела с вами поговорить по поводу газа тема очень важная очень мне кажется интересная в том смысле что эта тема она в развитии потому что когда говорят о том что болгария и польша отказались от российского газа возникает следующий вопрос навсегда или только до зимы вот скажите ваше мнение изнутри насколько все это будет пересмотрено с приходом зимы потому что я смотрела слушала точнее одного уважаемого американского экономиста и он сказал что все эти разговоры о том насколько понижать не отопление в домах европы с учетом отказа от российского газа эти вопросы они вообще кажутся странными им там за океаном потому что ключевой вопрос а будет ли это самое отопление в квартирах ну существует же техническое сопровождение если довести до заморозки труб которые коммуникационно канализационно полностью опутывают любой город любой дом то трубы штрескаются и тогда это безумно все дорого поэтому никто не не хочет допустить и действительно полной остановки отопления в свое время была такая специфическая модернизация это тоже немецкий опыт на который иногда стоит смотреть когда законодательство привязывает индустриальные проекты то есть не это не коррупционная а в принципе такая интересная составная когда создаются рабочие места под какую-то новую законодательную там инициативу пример тому вот она перекликаться сейчас будет сейчас поймете что я имею виду значит вот одноразовые бутылки одноразовые бутылки это мусор который по-разному по технологии одноразовых бутылок по-разному как-то утилизируется иногда они сами могут лет через 300 как бы расслоиться в молекулы и атомы а иногда или 500 а иногда их можно сжечь и тогда непонятно сколько не дают энергии наоборот на них тут нужно тратить энергии вот у немцев появилась такая идея а что если людей заставить платить дополнительный фант то есть сбор такой кауцион своего рода 25 центов за каждую одноразовую бутылку тогда и не в общем мусор иметь который тяжело селекционировать тяжело разобрать какой куда и как там сжигать не сжигать а вот чтобы у нас были отдельные пакеты связаны только с непосредственно одноразовой полностью продукции и сказано сделано ввели в эксплуатацию приехал там я не помню тогда вице-канцлер приехал на открытие первого аппарата по приемку вот этих пластиковых бутылок и казалось инициатива такая ну глупая глупая потому что но в соседних странах все выбрасывают мусор во франции в мусор в австрии в мусор а вот в германии 25 центов ты должен заплатить то есть у тебя произошла добавочная стоимость которую тебе возвращают каждый раз должен заплатить на 25 центов больше и тебе возвращает когда эту бутылку пришел сдавать как старые времена помните бутылки сдавать и дело не в том что появилось огромное количество людей которые ходят эти бутылки по мусорникам вытаскивают то есть низшие социальные слои при том это не сумасшедшие люди это не бомжи это люди которые считают что это для них заработок примерно 6 евро в час уходят собирают по мусорникам практически во всех городах германии я как-то обратился к специалисту и говорю слушай ну вообще-то добавочная стоимость а зачем взяли искусственно удар произвели удорожание и он говорит ты не понимаешь я действительно понимаю поэтому спрашиваю а дело в том что вот эти автоматы которые принимали бутылки и которые законодательно как инициативу ввели они создали порядка 40 тысяч рабочих мест моментально в течение полугода и эти аппараты и была цель то есть не сделать природу чище а вот эти аппараты запустить производства при том потом появились конкуренты там непосредственно есть фирма бенефициар очень большая то есть не просто правительство решила это сделать она вначале узнала что есть такая возможность были лоббисты у этого дела а потом из этих 40 тысяч выяснилось что действительно это хорошая крепкая техническая база и она и дальше развивается плюс запчасти поставлять надо то есть они законодательно навязали промышленность воплотила в жизни и на этом как бы провернулись все и вот с газом оля некоторое время назад концептуально решили например что нужно строить практически в каждом жилом доме то есть не должно быть больше централизованных станций отопления на районе должны быть в каждом доме вот эти малые котлы которые внутри в подвала стоят их заправляют там как правило специфической смесью там мазут короче соляра такая очень специфическая так вот эти котлы должны кто-то производить эти котлы такие на 2000 литров примерно я имею ввиду 2000 литров у них есть и поменьше там на 500 но смысл очень простой топлива это топливо практически в каждом подвале и годы существует производства вот этих вот котлов вопрос я сейчас хочу процитировать владимир владимирович путина ну хорошо откажетесь агаса на дрова перейдете так это к нам тоже в сибирь вот сейчас законодательно у меня такое ощущение я сейчас не троллю не издеваюсь не ерничаю без сарказма что в европе в некоторых странах могут законодательно ввести новое оборудование для отопления это новое оборудование но будет безумно дорогое будут предоставлять кредиты по замене старого оборудования аргументировать что это экологически чистое а то экологически грязное и дальше будет это сжиженный газ будет это дрова я не знаю но у меня такое ощущение что к этому заказу подходят соответственно разговор если говорить об отопительном сезоне поверьте мне в цинизме политиков в их пиаре в их популизме когда они начинают с трибуны громко кричать они приходят и уходят приходят уходят остаются страны остаются тенденции и я уверен что зимой грубо говоря если не будет отопления все же понимают что трубы полопаются это еще дороже будет это будет холодный бунт вот был соляной бунт был медный бунт будет холодный бунт газовый бунт но не забываем пожалуйста что индустриальное потребление газа то есть то что сейчас повторяет практически везде по всей европе в голландии в польше и в чехии что не бойтесь нам хватит газа мы заплатим денег купим подороже но отапливать будем вот вы этого не бойтесь все не волнуйтесь и тем самым как бы выводят полностью за скобки индустриальное потребление энергоресурсов но не могут крутящиеся вещи не может химическое производство не может металлургическое производство быть без энергии солнечная батарея может быть дать освещение может даже холодильник перезапустить но чтобы стекло дуть или чтобы тянуть железо извините нужна энергия другого потребления и вот здесь вот вот вопрос почему мне очень понравился по поводу экономических беженцев дело в том что экономические беженцы вот люди которые почувствуют что они не хотят в этой стране политически понимаем да экономически куда вся африка экономически без а представьте себе когда появляется экономические беженцы в глобальном перепроизводстве и глобальное производство она как они же прекрасно понимать куда нужно сместиться у них рынке остались ну они меняются но рынке то остается и прекрасно любая акционерка представьте себе что завтра во всей Европе единовременные перевыборы. Просто единовременные. И так получается, что приходит партия мира к власти. Потому что сейчас практически везде партия войны. И политики просто поменялись. И тогда новые политики говорят, слушайте, ну эти вчера были идиоты, но они неправильно сделали. На что простой человек сказал, слушайте, вы знаете, а мне все равно, кто там был вчера и кто там будет завтра. Почему я страдаю? И вот здесь политики начинают креативить, искать форму. И когда я читаю, что Чехия, например, на уровне премьер-министра очень не хочет покупать за рубли, Польша тоже, да, мы тоже за рубли покупать не будем, то сразу глазами начинаешь искать слово реверс. Потому что они не хотят покупать за рубли. Ну где-то же надо брать. Поэтому они пользуются реверсным газом. Значит, Урсула Фонделяйн со всеми заявлениями. У меня такое ощущение, что это было по украинской тематике, а сейчас вот Евросоюз действительно перенимает вот эту психологию ведения информационной войны. Очень нужно здесь и сейчас выступить так, чтобы противник или не партнер, или стратегический партнер чувствовал себя униженным. То есть в каждой риторике, в каждых словах нужно задеть как-то какие-то глаголы найти, чтобы обязательно прочувствовала Россия, что мы плевать хотели на ваши требования в рублях. И тут же смотрим по тексту. Мы считаем это нарушение санкций. Это Урсула Фонделяйн. Посмотрите, мы должны придумать стратегию, чтобы наших друзей спасать. И тут вопрос из зала. Урсула Фонделяйн, госпожа главный еврокомиссар, а скажите, пожалуйста, есть ли в Европе фирмы, которые, пройдя юридическую процедуру, то есть делая запрос в Евросоюз, узнали о том, где и что они, как нарушают, но они взяли и заключили напрямую определенные контракты или открыли напрямую счета, потому что никогда контракты не легализовал Евросоюз. И не надо было в Брюсселе получать подтверждение, что ты имеешь право покупать газ. И точно так же эта фирма по логике вещей не должна у вас спрашивать, в каком банке открывать ей счет, чтобы оплачивать этот газ. И работать дальше, как она работала. Логика же есть. И вот какая-то просто фирма, предприятие открывает счет в Газпроме, банке. И будет там делать так, как того хотят русские. А вы в Европе говорите, что вот не имеете права, ну тогда эта фирма будет продавать вам. То есть поясняется лишнее звено. И появятся предприятия, которые действительно теперь будут зарабатывать на перекидке. И это новая форма, перекидочная форма газа. Такое уже было, например, на Украине в большущем количестве. И реверсные закупки Украины, газа, это, конечно, смехотворно, смешно, но, тем не менее, они тоже были. Удорожание прямо налицо. Получается, что фирмы могут это сделать, а политики говорят, что нельзя. Вот что делать вообще производству? Ответ Урсулы фон де Ляйн. Я сейчас не шучу, Оля. Дорогие радиослушатели, она сказала, что ей неизвестно количество предприятий, которые открыли счет в Газпромбанке. О чем это говорит? О том, что желание, ну, желание очень сильное выполнить чью-то функцию. И, опять же, вот я возвращаюсь под большим впечатлением, понимаете, я в парламентской ассамблее Совета Европы общался с политиками, много общался, а вот с простыми людьми, с швейцарскими крестьянами, один из них был из западной Швейцарии, второй из южной, на границе с Италией. И они, кстати, между собой говорили на немецком, таком очень смешном немецком, но, тем не менее, у них разные языки, все-таки это конфедерация, им не мешает того, что один больше итальянец, второй больше француз, но, тем не менее, общий у них оказался немецкий. И вот очень-очень все это странно для меня. Вот эти политические призывы, даже к дипломатическому обрубанию концов, чтобы полностью произолировать Россию в ближайшее время, это же все краткосрочно, это же не в долгую, не в длинную. И когда у тебя простые люди говорят, мы не знаем, что делать с нашими политиками, я понимаю, что в тупике все. И по поводу газа и закупа газа, но если Польша и Чехия будут реверсный газ покупать в Австрии, а Австрия делает странную мину при непонятной игре, я читаю то, что у них говорит министр иностранных дел, и то, что у них говорит канцлер, для меня вот какой-то прям десинхронизация протоколов того, что они говорят. То есть из-за такта ты должен сказать обязательно, что мы должны в будущем отказаться от энергоресурсов из России, все, покаялся. Потом ты должен сказать, что мы должны обязательно придумать новую зеленую энергию, все, покаялся. После этого скажешь, но вот сейчас мы вынуждены, и вот это вот, но вот сейчас мы вынуждены. Почему я говорю об каком-то креативном постоянном унижении, что это украинская модель, в том числе и ведение диалога, в том числе если этот диалог является городообразующим или государствообразующим. Например, для Австрии это жизненно важно получать газ. Точно так же, как для большой индустрийной программы Германии, которая просто сейчас задохнется, если не будет газа. И вот здесь вот почему-то европейцы, это вот спрашиваю, ищу объяснение, не могу найти, для меня это аллогизм какой-то. Выстроили очень странную мораль. Мы ввели сакции, поэтому мы не можем, потому что мы же сказали. То есть пацан сказал, пацан сделал. Поэтому мы не можем, например, это делать. Мы не можем открыть счет в рублях. Но в то же время вы же лукавите, вы же врете. Вот у вас предприятие, я не буду называть его на всякий случай, потому что недопроверил. Ну, действительно, санкционный режим на это предприятие сейчас подстрадает, что оно уже открыло в Газпромбанке счет и нормально работает. То есть, грубо говоря, вот многие не понимают этой схемы, я даю банку поручительство приобрести для меня рубли для такой-то сделки. Я объясняю, это нормальная процедура. Если я зайду сейчас в немецкие банки, попрошу перевести 200 тысяч куда-нибудь, 200 тысяч евро, меня обязательно спросят цель платежа. Вы переводите даже малые деньги, вы цель платежа имеете окошко и иногда не обращают внимания на цель платежа. Но это очень важный момент, цель платежа. Вести ФМ. Хай-тек. Здравствуйте, с вами Николай Гринько. Группа исследователей из Шведского технологического университета Чалмерса разработала энергетическую систему, способную без промежуточных преобразований поглощать солнечную энергию, хранить ее в жидком виде в течение многих лет и возвращать по мере необходимости. В основе системы сложная молекула из атомов углерода, водорода и азота. Когда на такое вещество попадает солнечный свет, его атомарная структура перестраивается, превращая молекулы в изомер. Само вещество представляет собой жидкость, которую можно легко переливать, транспортировать и хранить. Энергия, накопленная в молекулах изомера, может сохраняться на протяжении 18 лет. В случае необходимости в жидкость погружается специальный катализатор, который заставляет молекулы возвращаться к исходной форме. При этом заключенная в них энергия выделяется в виде тепла, которое можно превратить в электричество с помощью тонкопленочного термоэлектрического генератора, разработанного учеными из Шанхайского университета Джао Тонг. Коллектив редакции нашей программы поясняет, что на самом деле разработке уже 5 лет. Энергетическая жидкость была получена еще в 2017 году. Вещество уже тогда успешно накапливало энергию под солнечным светом, но эффективного способа получить эту энергию обратно не существовало. Все это время исследователи ждали, пока их китайские коллеги разработают термоэлектрический генератор, способный превратить вырабатываемое жидкостью тепло в электрический ток. Теперь оба элемента доведены до стадии прототипа, хотя система все еще не может похвастаться большой эффективностью. Вырабатываемая мощность пока на уровне нескольких милливатт. И все же оригинальность идеи это искупает. Если очень сильно упрощать, то будущий энергетический проект можно описать так. В солнечных регионах Земли, например в Африке, строятся энергостанции, на которых новое вещество подвергается воздействию солнечного света. При этом не требуется сложных систем и компонентов. Жидкость достаточно разлить тонким слоем на подготовленной плоскости, защитив прозрачным экраном от пыли и испарения. Заряженное солнечное топливо, которое по заверениям разработчиков не горит и не выделяет никаких вредных веществ, можно транспортировать по всей планете любым удобным способом, хранить в неизменном виде почти два десятка лет и в любой момент с помощью катализатора получать из него тепло, превращая его в электричество. Причем отработанную жидкость можно вновь выставить на солнце и многократно использовать без потери свойств. Откровенно говоря, все это звучит настолько хорошо, что немного напоминает проект вечного двигателя или рецепт превращения свинца в золото. Поэтому мы предлагаем подождать еще года два-три и посмотреть, что из этого получится. Вполне возможно, что человечество ожидает грандиозный технологический прорыв. Хотя... Это вторая часть программы «Еврозона». Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Владимир, тут приходит сообщение о том, что из-за антироссийских санкций 500 вагонов жиженного газа в Польше могут подвергнуться риску взрыва. Дело в том, что сложности с разгрузкой, а рост температуры и давления в вагонах могут привести к выбросу газа и его возгоранию. То есть, получается, что такие моменты, когда Польша отказывалась от российского газа, от оплаты в рублях, такие моменты учтены не были. Знаете, Оля, я не специалист по поводу взрывоопасности жиженного газа. То есть, может, это полная хинея, может быть, это правда. То есть, я не знаю. Но сам факт того, что где-то они застряли, например, легко. И обратите внимание, ведь когда объявляют о том, что перекрывают границу, в том числе для российских кораблей, там, например, сейчас не смогли заблокировать в Голландии ввоз российской нефти, потому что корабль-то не российский. Заблокирован не продукт, а заблокирован перевозчик российский. И прямо вот трагедия. Как же они нам нефть не довезли? Понимаете, насчет газа заблокировали. Если есть, вот берем информацию, что где-то застряли вагоны. В этих вагонах жиженный газ. Насчет взрывоопасности ничего не могу сказать. Там не логично, не алогично. А вот с точки зрения самого факта, ведь транспорт должен все время курсировать. Понимаете? Если он не курсирует, значит сбилась поставка. Если сбилась поставка, значит она стала дороже. Значит, кому-то где-то не хватило. А логистические пути, они прописаны, новых никто не придумал. Новый был Северный поток-2. Это был новый логистический путь. И то, что я вижу, например, сама попытка, например, размышления, информационный вброс о том, что российская нефть зашла в Голландию, не смогли ее заблокировать. Значит, я делал какие-то выводы. Первое, кто-то хотел заблокировать. Второе, тот, кто хотел заблокировать, ему кто-то противостоял и говорит, «Простите, вот по закону российским кораблям запрещено, а мы не российские, мы там сомалийские, малийские, сейшельские, мы имеем право». А, ну да, по закону. То есть, ну кто-то пробовал перекрыть. Вопрос. Вот объясните мне, без всякой там аналитики, без всякой политики, кому нужно перекрывать, не российскую нефть, давайте слово «российскую» забудем, поставку энергоресурсов в Евросоюз. Кому нужно это перекрыть? Разговоры о том, что там все дружно побежали в Алжир, в Нигерию, в Катар, в Арабские Эмираты, ну еще раз, не есть вещи, которые невозможно заменить. Здесь и сейчас. Об этом кричат, начиная от представителей профсоюзов, заканчивая непосредственно представители химической и металлургической промышленности, объединения этих промышленностей. То есть, это же не один день, не одна неделя мы это говорим. То есть, здесь кто-то, кто придумал систему, этот кто-то в этой придуманной системе решил, что Европа не нуждается в энергоносителях. Этот кто-то решил, что Европа не нуждается в энергоносителях, которые не просто, знаете, на рынке являются каким-то там особо дешевым или еще что-то. Разговор не об этом. Невозможно заполнить эту пустоту. Нету такого количества танкеров, нету такого количества терминалов жизненных, нету такого количества ветряков, ветрогенераторов, нету такого количества солнечных батарей, нету такого количества прибойно-отбойных труб, которые тоже генерируют электроэнергию. То есть, можно с этим играться, делать эксперименты. Но кто-то себе поставил цель. И политики очень сильно подыгрывают. И с кем бы я ни говорил, с фейцарскими крестьянами или с председателями фракций национальных представительств в ПАСЕ, я говорю, больше 10 стран точно говорил с людьми, именно с политиками, с журналистами, с коллегами. Притом, кстати, журналистский интерес к ПАСЕ, это даже стыдно. У меня такое чувство, что ПАСЕ вообще никого не интересует теперь. Ну, то есть, они что-то там делают, что-то там собираются, но авторитет этой организации, как для меня, по медийному сопровождению, по количеству коллег, ну, я не знаю, там 6 человек было. Ну, 8. Ну, пусть 10. Ну, то есть, это о многом говорит. Так вот, бенефицар кто? Все в один, вот, знаете, в один голос. Когда с людьми разговариваешь, все в один голос говорят, бенефицар не Европа, не Россия, не Китай. То есть, выгодополучатель из всего происходящего только один. Называется он Соединенные Штаты Америки. И когда очень-очень, так честно, искренне с тобой разговаривают, то, в принципе, есть такое возмущение, мол, да не может, вот вы себе представите, не можете, что об этом, как бы, табу говорить или как? Американцы на колени ставят сейчас Европу, разрушая экономику. Давайте поговорим о когнитивных страхах. Вот, экономисты пробуют рассказать, там, цифрами закидать нас. И в этих цифрах звучит, сколько тонн, сколько процентов, какой ВВП. Давайте по-другому говорить. Какое количество людей реально боятся сейчас за свои рабочие места в европейском формировании? Я сейчас о географии говорю. Давайте так, вот, как было однажды предложено, от Лиссабона до Владивостока. Вы слышали, чтобы такие же рассуждения были в Америке, например? Нет. То есть, кризис в Европе, я считаю, что он достаточно искусственно образованный. И искусственное образование этого кризиса, оно абсолютно политически спланировано. Построено на очень профессионально широко развернутой программе русофобии. Потому что тот плакат, который мне прислали из Австрии, я считаю, что это чудовищно. Аналогическое осмышление примерно такое. Смотрите, вот русские, они воспитаны на русской культуре. Это значит, что люди, которые принимают решение, что больше не жить политическими методами, а решать военными методами в нашем цивилизованном мире, что-то они воспитаны русской культурой. Это значит, что если ты будешь слушать Чайковского, читать Пушкина и Достоевского, ты примешь то решение, которое приняло руководство России. То есть о том, что больше не дипломатически в цивилизационном мире решаем, а именно в военном контексте решаем свои проблемы. Значит, это так влияет русская культура. Поэтому нужно отказаться от Чайковского и Достоевского, потому что они влияют на ваше подсознание так, что вы сходите с ума и начинаете жить не так, как цивилизация живет. Но знаете, вот простым политологическим словом скажу, мать вашу, вы же деньги тратите на эти плакатики. Вы действительно считаете, что вы сможете изолировать культуру? Вы уже пробовали книги сжигать, при том по всей стране, господа. Именно немецкоговорящий опыт, немецкоговорящее общество сжигало книги. И логика этого, она сегодня многим доступна на уровне того, что я уже понял, но не знаю, что с этим делать. И вот, доброе утро, пишет Дамир. Доброе утро, Владимир. Ну, уже добрый день. Спасибо за такую развернувку. Так, это пропускаем. Если я правильно понимаю, то, по вашему мнению, мы можем увидеть скоро волну крестьянских восстаний по всей Европе. Похоже, что тур поездки на европейские курорты довольно быстро перемещается в разряд экстремального туризма. Дамир, спасибо и за иронию, и за сформулированный вопрос. Это в Телеграм-канале у меня. Подписывайтесь, Сергей Аньков Владимир. Я под своим именем в Телеграм-канале. Кстати, если будут какие-то идеи, как Телеграм-канал переименовать, давайте подумаем. Может, и стоит сделать, и не под своим именем быть. По поводу экстремального курорта посещения в Европе. Да, Дамир, да, это может быть. Потому что я открытым текстом говорю, и во все возможные колокола, до которых могу дотянуться, говорю простую вещь. Что то, как Европа идет к семимильными шагами в направлении кристальной ночи, хрустальной ночи, повторения хрустальной ночи, только теперь объект травли и расправы, внесудебный, конечно же, будет русский человек, для меня это чудовищно. Я это по крупицам вижу. Я вижу просто технологию, по которой происходят эти вещи. Это не значит, что завтра немцы, объединенные с украинцами, будут вытаскивать русских на улицы. Нет, этого я не вижу. Я вижу другое. Я вижу ментальную хрустальную ночь, которую устраивают русским. И вот эта вот ментальность, ах, мы такие все в белых воротничках, и сейчас просто аккуратненько надрез сделаем вас, вам, вашей экономике, сделаем так, что вы будете нищие, на самом деле это полный обман внутри периметра, внутри европейской капсулы. Кто первый будет страдать? Первые будут страдать все, во-первых, но первые будут страдать те, кто эти законы вводит, то есть европейцы. И у меня такое чувство, что американцы просто ржут, вот просто у них до слез смех доходит, как вот легко можно оболванить и политиков, и населения за элементарно короткий период времени легализируя фейки. Легализируя фейки. Значит, по поводу легализации фейки. Я свидетельствую, что это было так. Вот я, Сергеенко Владимирович, свидетельствую, что это было так. Выступает в парламентской ассамблее Совета Европы представитель Украины, и у него страстная такая речь, и он говорит о том, что геноцификация по-русски происходит, это когда на глазах у детей насилуют женщин, потом геноцификация, когда у этих детей забирают кроссовочки и отправляют их в Россию. После него выступает делегат из Грузии, и она говорит, сотни тысяч детей украдены из Украины в Россию. Но, извините, легализация фейков, давайте обратимся к источникам, давайте обратимся к ООН, давайте обратимся в другие места. Вот зачем вы так легализируете определенные фейки? Ответ очень простой. Затем, что восприятие, эмпатия, любой нормальный человек, если видит человека, которому он может доверить просто информационное поле, и скажет, ну а что ему врать, он же на трибуне, он же там депутат, он же представитель, то я ему должен поверить, то тогда получается, сознательно, вводя ложь и имея ложь как пропаганду, хотят вызвать определенную эмоцию. И эту эмоцию вызывают, потому что практически единогласное было голосование антироссийское в ПАСе, один человек был против. Один единственный человек. Я считаю, что это абсолютное мужество, это действительно так и никак по-другому, когда у тебя такой минстрим, чтобы, во-первых, еще и встать и сказать, выступить против этого политического минстрима. И я хочу еще одну такую вещь очень интересную сказать. А ведь, представляете, парламентская ассамблея, в которой там вроде представители, в том числе есть и наблюдатели, и количество совместных делегатов, больше 600 человек, и единогласно, это в зале было 134 человека, сейчас я открою данные, чтобы точно быть, 144. 144. 144 за, один против, двое воздержавшихся. Резолюция по России. Кому интересно, зайдите на страницу ПАСе, просто прочитайте, чтобы я ее там не повторял. Я считаю, что она изначально была готова и заготавливалась как продукт антироссийский, но антироссийский не в контексте того, что нужно очередной раз, вы знаете, как-то заклинить за Россией что-то нехорошее. Нет. Это четко спланированная вещь. Вначале ПАСе делает какую-то резолюцию, призывает к чему-то, потом Европарламент начинает это все тоже растаскивать по своей технологической конструкции, а потом мы видим, как Еврокомиссары все принимают, какие-нибудь там удивительные решения. Так вот, как это ни странно, но интерес Европарламентария к происходящему выражается тем, что было всего лишь 144, получается, за 1 плюс 2, держало 147 человек. Извините, пожалуйста, это в зале находящиеся, там, может, удаленно там были выступающие. Но это говорит о том, что нет интереса к этой проблеме. Делегации Венгрии, вот знаете, вот там вроде как представлены все партии, есть левые, правые, центральные, свободные, правительственные, зеленые, ну, в общем, полный набор. Не было в зале никого из Венгрии. Просто они не голосовали, они пробайкотировали это мероприятие. И в этом, конечно, голосовании, вообще, как это все происходило, я скажу, нужно иметь определенную силу и опыт, вот когда эмоции у тебя внутри, ты же наблюдаешь, ты же, ну, вот, грубо говоря, с точки зрения журналистики, я могу описать то, что происходит, я могу процитировать людей. Но я же тоже человек, у меня же тоже есть личное восприятие. И вот как свое личное восприятие, оно не то, что вдруг я что-то новое узнал. Нет, я ничего нового не узнал, абсолютно ничего. Я не узнал нового ничего с точки зрения технологии, я не узнал нового ничего с точки зрения процесса обсуждения, как давали выступать людям, людям вот ничего нового, но я понимаю эту подводку, к чему она есть, и в этой подводке я четко понимаю, почему там нет России. Такой пассе, который я вижу, он себя изжил, считаю, организация... Ну вот я не вижу, зачем с ней работать в ближайшее будущее, если там не будет конструктивных изменений. Но вдумайтесь в стадный эффект, когда в зале все выступающие, по очереди выступающие, повторяют одну и ту же канву, такое ощущение, что вот раздали партитуру, вот эта скрипка, этот тромбон, и после тромбона обязательно будут литавры. Была резолюция, ее подготавливали, его вносили, и особый восторг у меня вызвал, когда стали разговаривать о внесении изменений в резолюцию, именно внесении изменений в резолюцию, то попросил слово, мне кажется, это британец был, и сказал, что вы понимаете, я вот прошу вас, что очень опасно вообще само понятие русский мир, и нужно в резолюцию внести, что вот если мы там хотим изолировать Россию, мы там требуем того-то и того-то, вот русский мир тоже надо внести, потому что это абсолютно враждебное формирование. Ну, я не стесняюсь в последнее время давать ярлыки, и я напомню, что Штефана Эверса, генерального секретаря ХДС города Берлина, я неоднократно назвал подонками, называть его буду дальше, потому что людей, принимающих участие в автопробеге с российскими флагами, он назвал фашистами. Слова он еще не забрал, он не извинился, и при встрече, повторю обязательно, я думаю, что еще автопробеги будут, даже несмотря на угрозу того, что полиция говорит, мол, там коктейли Молотова заготовили, поэтому лучше отмените вы автопробег, я не могу проверить эту информацию, заготавливали, не заготавливали, сказала ли полиция это у строителю про автопробега, но он, по крайней мере, так объяснил, почему автопробег переносится. Но это проблема полиции, это проблема внутренних служб безопасности, если кто-то готовит коктейли Молотова, чтобы сделать антидемонстрацию, но вот это русский мир еще внесите, знаете, как каплю такую, вы там забыли внести, там не только нужно Кремль написать, вы еще русский мир внесите, вы еще напишите русский народ, вы еще напишите там народы, проживающие на территории Кавказа Российской Федерации, Мэри Лэр, давайте, впишите, то есть, да дряни эти люди просто, они дряни по своей сути, и вот эта вот дрянь, которая из них лезет, она не привязана ни к политике, ни к экономике, ни к какому-то их волшебному высшему свету или цивилизации, в кавычках, она привязана к простой сущности, с них слезло что-то, они перестали быть теми, кем они были, они прикрывались морально, это глубоко аморальные люди, если ты хочешь мне запретить говорить на русском языке, ты для этого комбинацию придумываешь, и в последний момент в резолюцию хочешь ставить понятие русский мир, то тебе там украинцы подсунули протокол, методичку, или тебе американцы подсунули, мне глубоко все равно, как тебе, но, знаете, я еще раз говорю, культуру невозможно стереть, как бы не хотели, то есть те, кто хочет, безусловно, это не просто ошибка, об этом говорят, об этом говорят интеллектуалы, об этом говорят политики, что какой-то бред происходит, но в данный момент власть у тех, кто с трибуны говорит, что нужно все-таки посылать, что нужно все-таки отправлять, что нужно все-таки штамповать оружие и заливать этим оружием Украину, партии мира я в Европе не вижу, я не вижу, я удивлен, ведь голосование в Бундестаге, которое было параллельно, ну как, параллельно, давать так, сутки плюс-минус роли не играет, и в Бундестаге я наблюдал за дебатами, связанными с поставкой оружия на Украину, и впервые левые и правые, то есть Делинки и АФД, альтернатива для Германии, они голосовали за мир, против поставок оружия, может быть у них абсолютно иная концепция, почему они это делали, ну мы смотрим просто на числа, на количество голосующих, и понимаем, что впервые правые и левые нашли общий корень в мирной повестке, партия мира у правых и у левых, вся середина политикума сегодня, это партия войны, а у власти, как правило, середина, и вот тоже такой нюанс, знаете, призыв главы, есть такие свободные демократы, они входят в коалицию, правительственную по коалиции у Германии, и их мало слышно, практически они ни о чем не говорят, и в этом ни о чем не говорят, представьте себе, вот вдруг, вдруг заговорили, что закрепленная за канцлером, бывшим экс-канцлером Германии, Герхардом Шрёдером, пожизненное право на то, что ему государство оплачивает офис, а также прикрепленную машину, потому что это за заслуги государства, на то, что он был канцлером, так у всех канцлеров, что это, во-первых, его нужно выгнать из партии, во-вторых, у него нужно отобрать его офис, потому что, ну что это налогоплательщики, тут российского лоббиста прикрывают, и, например, христианские демократы обращаются к социал-демократам, чтобы понять, христианские демократы, это партия Меркель, которая сегодня в оппозиции обращается к главенству партии, партии Шольца, чтобы Шрёдера исключили из партии, потому что он прорусский. Не, ну вы введите законы, которые запрещают не морально-этическое участие в каких-то процессах, а просто занимать рабочие места. Всё, ты не имеешь права работать на предприятиях, в которых есть 1% или там 3%. Введите, пропишите закон вначале, чтобы понятно было, почему человек не имеет права работать на предприятии, имеющие отношение к России. Но это травля, это травля на высшем политическом уровне. Это травля, которая началась с Гергиева, которому поставили ультиматум. Где культура, где уникальность Гергиева, и где какой-то, как же сказать так по-доброму, какой-то, помогите мне слово, потому что у меня как бы оно цензурное, но не очень приличное, какой-то там бургомистер Мюнхена, который ставит условия, ультиматум, до понедельника, если ты, Гергиев, тут не отказываешься от всего русского, не пишешь письмо, не расписываешься, а то мы тебя из филармонии увольняем. Ты другого Гергиева не найдёшь, но кто ты такой для музыки, для культуры, для искусства, бургомистера Мюнхена, одень свои гауляйтерские сапоги тогда и скажи честно, что ты хочешь реванша, и ты нашёл эту возможность, этого реванша, проявить на человеке, который в смысле культуры намного выше тебя. И я сейчас, говорю не как я, Владимир Сергеенко, я сейчас процитировал немца, человека, с которым вчера разговаривал пару часов, он глубоко возмущён, он вообще вот в шоке, я не мирую его имя, и даже места работы не могу сейчас сказать, я нанимирую после того, как он разрешит это сделать. Его возмущение именно о том, вот где этот бургомистер Мюнхена, и где Гергиев для культуры, где, наверное, через призму Украины никто не нуждается в культуре. Наверное, через призму Украины многие нуждаются в чём-то другом сегодня. Но политики пиарятся именно вот таким способом. А давайте Шрёдору заберём машину. Ну и что, что он был канцлером? Вы заберите у него звание канцлера. Ну, заберите просто тогда. Затравите. Вот эта публичность, желание публично как-то человека дерусифицировать, извините, пожалуйста, это не просто там как-то пошло или не пошло. Нет. Я считаю это тенденцией. Я вижу опасность. Почему я говорю о ментальной хрустальной ночи? Потому что именно так всё и начиналось. Именно так всё и начиналось. А потом законодательно у евреев отбирали недвижимость, у евреев отбирали там сапожную мастерскую, место, где пирожки пекли, любую квартиру. А потом всё по закону было, всё прописано. Я видел эти судебные решения, на которых стояла свастика. И даже выплачивали определённую компенсацию. Всё было по закону. А потом сказали, у вас времени ещё столько-то. Если не покинете страну, дальше мы все знаем, как развивалась история. И то, как общество стремительно вдруг, вот, понимаете, за полгода, используя вот эту систему в пропаганде, когда у тебя политики легализируют фейки, это не безумие. Это реальность. Это 2022 год. И вопрос не в том, что я вижу, я свидетельствую. У нас уже в другого уровня вопрос. А что делать с этим? Вот что с этим делать? И удивительно, конечно, что левые и правые – партия мира. Я не знаю, ну, давайте так, с такими тенденциями, может, они объединятся. Еврозона. И у меня ещё есть для вас несколько вопросов. Давайте, давайте. Можем в блиц-режим пойти по вопросам. Ну вот смотрите, какая история тут разворачивается на наших глазах. Германия поддержала запрет на российский уран, и это несмотря на возможный дальнейший удар по союзникам, включая Францию. Об этом сегодня пишут не только европейские, но и мировые СМИ. Речь идёт об эмбарго на импорт урана из России. И, соответственно, это может серьёзно затронуть энергетические проекты ЕС. А вот как в данном случае выходить будут из ситуации? Как будут выходить из ситуации? Оль, представьте себе, дорогие радиослушатели, представьте себе такую вещь. Вы очень голодны. Вот прям очень-очень. Ну так получилось. Утром куда-то скакали, не получилось. Обед нужно было ещё что-то сделать. И вот приходит вечер, и вы прям вот понимаете, что всё, уже даже живот может начать уже как-то подбаливать. И уже все ваши мысли сводятся к тому, что, блин, надо поесть где-то. И вдруг вы слышите запах. И этот запах вас ещё сильнее подстёгивает. Запах еды. И вы уже всё, вот ваш аппетит находится в эпогее. Дальше уже некуда. Всё, вот эпогей. И вы протягиваете руку к тарелке, где действительно очень вкусно, и что-то очень визуально ещё очень красивое. Вы протягиваете, и в этот момент к вам подходит какой-то жлобяра. Разницы нет. Это будет в ресторане, это будет на улице, это будет у вас дома. И этот жлобяра с такими здоровыми бицухами, с наглой рожей, обязательно с американским флагом на футболке, вам скажут, слушай, дорогой, мы только что санкции ввели. Убери с тарелки, пожалуйста, горошек и капусту. И вы такой, так, я не понимаю, что происходит. Так, извини, у нас корректировка, дорогой, значит, или там дорогая. У нас санкции ввели, убери, пожалуйста, вот эту куриную грудку тоже. Сейчас в срочном порядке мы санкции ввели. Вы вообще в шоке. У вас на тарелке осталось только гарнир. Крупа какая-то. И в этот момент подходит другой, такой же наглый, с бицухой. И у него татуировка на одной руке там Гросс Бриттен. На другой стороне у него уже флаг Федеративной Республики Германии. Где-то у него наколка в виде звезды Северного Атлантического Атальянса НАТО. Он у вас просто берет и забирает тарелку. Вот просто берет и забирает тарелку. И как я могу относиться нормально любой здравомыслящий человек, когда с утра до ночи говорят о том, что если газа не будет, капут индустрии, капут металлургии, капут химической промышленности, капут обогреву, в общем, капут всему. И в этот момент кто-то слабо говорит, ребята, слушайте, у нас же есть замороженные атомные электростанции. Мы же можем их разморозить. Кстати, у нас же есть у самих шахты, у нас просто программа была выйти до 30-го года полностью из-за атомной энергии, к 40-му году перейти полностью на водород, на газ. Но сейчас такие обстоятельства, давайте, если мы действительно, мы понимаем, вот ментально, все объединились, нужно как-то вот действительно не давать возможности финансировать Россию, но давайте разморозим атомные электростанции. И тут примитивно вот эти вот большие бицепсы, наглая рожа говорит вам, не-не-не, ребята, вы не будете получать уран из России. Вы и атомную электроэнергию не будете получать. на колени ко мне в зависимость. И вот это вот на колени ко мне в зависимость, понимаете, Франция, ну, она еще достроит там, или разморозит, или достроит пару блоков на атомных электростанциях. Но в случае, когда политики бегут вперед, я понимаю, о чем речь. Разговор об уране из России, все, что происходит, это заранее именно, это унизительно для Германии. Потому что 2 плюс 2 здесь ярко выражено. Нужно сделать все возможное, чтобы ослабить Германию. Нужно сделать все возможное, чтобы продукция в Германии перестала быть конкурентоспособной. Это очень легко достигается дефицитом энергоресурсов. Не все сводится к газу. Можно и урановые кирпичи привезти и сжигать их в атомных электростанциях. И в этом отношении та система, которую я сейчас наблюдаю, она четко озвучивается правым блоком в парламенте. Вот здесь вопрос, как голосует альтернатива ее голос за войну. Нет, нет, Ранил написал нам. Данила из Москвы. Данила, альтернатива голосует за мир против поставок оружия. И альтернатива не боится озвучивать. То есть, какая-то, понимаете, разговор идет, ну, действительно, вот где про Россию, а где про Америка. Поговорим давайте о про Германии. И вот этот вот про германский разговор, ну, на устах, конечно, у альтернативы. Потому что громко сейчас сказать, вы знаете, да, в принципе, нужно войну закончить. Для этого существуют вот такие объективные альтернативные позиции. Ну, например, у меня вопрос к вам всем. Может ли Украина выйти из того кризиса, в котором она находится, с территориальными потерями, но через пять лет полностью интегрированы уже в Евросоюз по всем протоколам, да, с территориальными потерями, которые выведены за скобки. Например, как Северный Кипр, например, как Ирландия. То есть, просто заморозить конфликт, здесь и сейчас спасает все, что можно только спасти. Но при этом признав территориальную потерю. Было ли когда-то такое в истории других государств? Второй вопрос. Хорошо, здесь и сейчас, приняв определенную программу, понимая, о чем идет речь, то есть, отсутствие в военных структурах Украины формирований, которые ведут непосредственно риторику об уничтожении москаляка на геляку, это разговор об уничтожении. Это кажется, что это смешно. Письменные гарантии не там. Ой, Израиль, дайте мне гарантии, что в случае чего вы что, российский газ покупать не будете? Так Израиль не покупает российский газ, Израиль покупает российских галкиных, а не газ. И какой Израиль может дать гарантию? Ну, просто в тусовке будет проголосовать шестеро против одного. Какую гарантию может дать Польша? Что она свои войска ведет или атомное оружие в себя расположит, которое предоставит Украине или обязуется себя воевать по принципу пятого параграфа НАТО только для Украины? Ну, какие гарантии можно дать? Вопрос к вам, сейчас не ко мне. И как можно вот прямо сейчас договориться о том, чтобы наступил мир? Процессы полностью, разбора всего, что произошло, начиная от единичных случаев, которые могли иметь место быть с точки зрения правосудия. То есть, ну, об этом тоже надо говорить и говорить честно, что если и такие вещи есть, надо их расследовать. Но вопрос в другом. А кто же им-то даст? Кто же им там даст говорить о мире? И вот если вы в Европе сегодня попробуете громко заявить о том, что партия мира имеет право точно так же, как и партия войны на мозговой штурм? Вот партия войны в своем мозговом штурме как она предлагала? Что говорили поляки? Это же именно польская версия того, что сейчас происходит, даже не американская. Но если мы не будем пробовать, то мы не знаем ответы, реакцию России. Ой, да слушайте, русские, это Третья мировая, у них ядерное оружие, у них такие ракеты. Мы не будем поставлять тяжелое вооружение. Мы не будем поставлять в район войны то, что может убивать людей. Это наш внутренний духовный принцип. Поляки, вы боитесь? И немцы им отвечали, да, мы боимся. Поляки говорили, а не надо бояться. Нас тут много, мы тут сильные. Давайте попробуем, вот правда, попробуем и посмотрим на реакцию России. И вот то, что я сейчас вижу, как раз это польский вариант, когда немцы, и об этом нужно говорить, Райн Металл, это фирма, которая поставила прошение, обратилась к правительству Федеративной Республики Германии перед тем, как голосовали в Бундестаге о поставке оружия на Украину, с тем, что она может предоставить 88 единиц боевой техники на Украину. И требует, знаете, в этом прошении у правительства разрешения. Так вот, в Германии все знают. Вот действительно, мне когда прислали фотографии, я подумал, что это фотошоп, что это фейк. 88 это код, это неофашистский код, потому что Хайл Гитлер, это зигование запрещено законом, это уголовно наказуемая вещь. Поэтому неонацисты придумали очень хитрую вещь. 8 это восьмая буква алфавита латинского H. Хайл Гитлер. И все прекрасно знают приветствие неонацистов. Они не говорят Хайл Гитлер, они просто показывают 88 на футболках, на джинсах, где угодно. Это их тайный код, который все знают. То есть просто, если ты наделал на себе футболку, у тебя там 18, это Адольф Гитлер. Если 14, это 14 слов, все это понимают. Если 88, это Хайл Гитлер. Это уже убеждение. И когда Райн Металл, фирма, которая дочка, между прочим, Геринга, второго человека после Гитлера в партии, ставит прошение в правительство, что она пошлет 88 машин на Украину, извините меня, это вызов, это реваншизм, это откровенный код, который все СМИ сразу растиражировали. Это наша реальность. Мы должны понимать, с кем и с чем мы имеем дело. У нас сегодня 30-е, 29-е. Министерство экономики Германии повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году выше 6%. Еще в январе предполагалось, что этот показатель остановится на отметке 3,3%. Да, сейчас короткая пауза. А вот теперь продолжаем. Владимир, а вот как это скажется на жизни рядового жителя Германии? Вот уже понятно, вот такой уровень инфляции. это же не предел, ведь риски ухудшения ситуации они очевидны и об этом в открытую говорится. Оль, 7% это 6-7%. Опять же, давайте попробуем помнить с точки зрения потребительской корзины. Я в эти 6-7% я не верю. Это как бы усредненная цифра, которая задевает все факторы. Значит, человек, который привязан к тому, что он ездит на транспорте, на своем личном, например, на работу. И он, ну вот, минимум в день делает там 50 километров. Ну, например, обслуживает села, там, меняет краны, электричество, или там, компьютерщик, ездит на своем транспорте. Или еще, там, знаете, у него ведра с краской. Ну, вот на своем транспорте. Извините, для него инфляция на самом деле не 6%. Подорожал дизель на 50 центов за 3 месяца. Стоил евро 50, сейчас 2 евро. Понимаете? Это 30% инфляции для него. И вот эти вот неловкости такие, как глобально все растет. Если все примерно посчитать, я говорю, что прогрозируемая инфляция примерно 12% это шоковое состояние. То есть нужно с этим что-то будет европейским политикам делать. 7% мы можем не замечать иногда, как инфляция бьет по нам. Мы можем не замечать, то, что правительство делает, потому что нужно остановить рост цен, чтобы не было паники. Но давайте тоже, если они прогнозируют, они реально могут позвонить сейчас в Газпромбанк и сказать, слушайте, давайте откроем обменный пункт там виртуальный, у нас будет сейчас криптовалюта ходить, и это будет выход между рублем и евро, закупками. Или они могут позвонить и сказать, слушайте, а знаете что, если мы дальше вас грабить будем, вы же будете нам дурачки газ дальше поставлять. Но мы у вас тут имущество будем отбирать в пользу украинских беженцев и много что еще. Вопрос. Вот завтра кран закрыли, вы реально говорите мне о том, что вы прогнозируете 7% инфляции? Забудьте, реальность будет процентов 12 за здрасте, как бы к 20 не подошла. То есть это в экономике это не революционное состояние, это просто коллапс может быть. Потому что по принципу до вино начнет все схлапываться. И не может перевозчик доставлять в сетевые магазины хлеб бесплатно, если дизель стоит 2 евро. То есть вот это вот наращивание и попытка сдержать информационно, что грозит Европе, в принципе, это коллапс настоящий, это тоже определенная политика. Вот европейцы, это не только немцев касается, европейцы некоторые вообще не понимают, зачем их сгоняют в какое-то определенное стадо. То есть я вижу глобальный эксперимент над личностью, над человеком, над обществом, над правительствами. И вот то, что до технической паузы мы говорили, ну как может нормально человек подготавливать закон об ограничении и урана в том числе, зная, что он перекрывает газ. Значит, разговор идет не о России, разговор идет о том, чтобы создать ситуацию, когда энергоноситель в Германии, то есть, конечно, он исчисляется ватами. Чтобы вот этот ват, час, киловатт, час, чтобы он стоил дороже. То есть сделать так, чтобы Германия не была конкурентоспособной. и я знаю, Владимир, скажите, у меня вот еще есть один вопрос, потому что, опять-таки, основываясь на еще одно экспертное мнение, речь там шла о том, что европейцы легко управляемые. Вот им сказали, так надо. У вас на протяжении больше полувека была очень дешевая энергия, а теперь за это придется платить. И, мол, пандемия, COVID-19, она как раз показала то, что вот эту легкую управляемость европейцами, вы с этим согласны или нет, как человек, который находится внутри? Ну, Оль, вы меня прижали сейчас, если честно. Я в данном случае даже адвокатом дьявола не могу быть. К сожалению, то, что я вижу, изменения, которые произошли, это чудовищно, и европейцы просто не все еще понимают, но посмотрите, по крайней мере, на политику, вот именно на тот спектр элит, какие они единодушные мнения, и как слабы вот эти голоса, которые партия мира. В партии мира допустить сегодня, если вы допустите, вот смотрите, публичная расправа, призывы к публичной расправе с Шрёдером, публичная расправа с Георгиевым, попробуйте сегодня публично хотя бы провести мозговой штурм, как можно прийти к миру. В мозговом штурме допустимы любые мысли, даже самые глупые, например, отставка Зеленского, например, наоборот, там атака безумно сильная, нужно бросить все силы там в какой-нибудь северном белорусском направлении. То есть все мысли набрасывать, потом смотрим, что реально, что нереально. Так вам не дадут права и возможности сейчас заниматься мозговым штурм проекта МИР. Это говорит действительно о том, что они управляемые. Притом технология очень простая. Истерия в СМИ, легализация фейков, легализация фейков политическими лицами. Понимаете, когда Арестович говорит у вас, что ну да, я вчера дал неправильную информацию, но там человек мне ее дал, я ему доверяю, но он как бы я взял ее, ну поэтому я... Нет, подожди, ты не имеешь права давать неправильную информацию, если ты занимаешься информацией. И, конечно, это говорит об управляемости по крайней мере политических масс. Но, Оль, у нас очень глубокий разговор, и мы не сможем вот посмотреть через историческую призму, там через 20 лет на это, через 30 лет надо смотреть и осознавать. Это была настолько инструментализирована манипуляционная спецоперация, проведенная на территории Европы, что некоторые политики просто вот говорили одно и то же. Как вчера сказал один фракционный представитель, что политика развернулась на 180 градусов, а я ему говорю нет. 180 градусов это, по крайней мере, существовать в мире, где есть лево, право, северо, восток. Нет, вы в ад проваливаетесь. Какие 180 градусов? Ты можешь крутиться сколько хочешь, но ты находишься хоть в реальной политике. А вы не в реальной политике, вы не в реальной экономике. Вы загоняете себя в виртуальные какие-то прогнозы. Так что насчет 7% я думаю, что, во-первых, а, это не зависит вообще сейчас от немцев, это зависит, как-то ни странно, но Германия потеряла субъектность. По крайней мере, вот сейчас на краткосрочном периоде времени. Именно вот этим политическим минимумованием, тем, что они не отстаивают свой национальный интерес. И, ну, мы наблюдаем, как это все происходит. И, Оль, сколько у нас времени еще осталось сегодня? 57, мы должны закончить, 5 минут у нас еще есть. Сейчас целых 5 минут, отлично. Потому что инфляционный прогноз, который сейчас дается, он больше, скорее всего, успокаивающий, а не привязан больше к реальности. И, когда собирается у вас толпа, и все дружно против, все члены Евросоюза, то есть, я когда это слышу, думаю, это действительно пропаганда, что и венгры против, или они нашли лазейку. Австрийцы против, или они нашли лазейку. То есть, насколько это искренне, вот эти информационные вбросы, что Еврокомиссия же предупреждает, что если по требованию Москвы рублевый счет в Газпромбанке открыть, то это нарушение санкций. И что, мол, все страны в Евросоюзе это поддерживают. Ну, что я могу сказать? Сегодня у нас 30 апреля. Дело не в том, у кого нервы крепче. Дело не в том, что кто-то живет по принципу, я сказал, я сделал, пацан сказал, пацан сделал. А дело в том, что вы придумали санкции, ну вы и снимите их. Это ваши проблемы. И я в этом еще раз, Оля, я вижу, дорогие радиослушатели, я выезжу в этом сознательное уничтожение именно тех мощностей, которые энергозависимы в первую очередь. и тогда мы смотрим по странам, кто от этого зависит, кто от этого больше страдает. Значит, экономическую мощь Германии размазывают прямо сейчас стратегически. И если все будет идти, как идет, то Германия через два года будет на уровне, там, не знаю, Португалии, Италии, вся в долгах будет. То есть, это сознательное действие. И как бы красиво, кто что не говорил, как бы кто не говорил об этических отношениях, извините, да, война плохо, очень плохо, страдают гражданские лица, страждают военные, все, что хочешь, можно рассказывать. Есть одно но. Вы выберете свою точку мировоззрения. Так не может быть, что вы публично разрешаете России поддерживать вашу экономику до тех пор, пока вы в сентябре откажетесь от угля, через 10 лет откажетесь от газа. Вы даже демонстративно это делаете. То есть, Россия имеет право только на такие шаги. Все остальное, ах, а нас за что? К этой формуле мы тоже вернемся. Так что, у нас время сейчас, вот буквально, я так думаю, шоковое состояние должно как-то быть осознанно, и осознание может прийти через улицу. То есть, через социальные протесты в тех слоях населения, которые будут в первую очередь затронуты. То, о чем мы говорили в первом часе. Смотрим на профсоюзы, которые уже говорят, что это будут десятки тысяч рабочих мест, сотни тысяч рабочих мест потерянных. Смотрим на это. Хотите такой удар? Только потому, что вы санкции ввели? Действительно, Еврокомиссия и правительство Германии заинтересованы в сохранении какой-то производственной мощности Германии. или это глобальная подготовка именно к экономической миграции. Некоторые концерны уедут в США, некоторые в Бразилию, некоторые в Индию будут перетаптываться. Но это будет именно миграция, потому что убегать надо. Здесь невозможно будет это производство дальше вести. Это тоже нужно осознать. То есть, производство не остановится, но будет принесено. Ну, а подождите, а беженцы, о которых в легкую говорил перед выборами, в том числе Макрон, о том, что продовольственная кризис скажется таким образом, что поток беженцев увеличится. Ну, Оль, давайте так. В случае, если я и так плохой, то могу себе быть еще и хуже, позволить. Понимаете? Голодный кризис Африки, европейцы всегда его отрицали, делали вид, что они помогают. Иногда и помогали, кстати, что говорить. Но все это чудовищно через коррупционные схемы. На самом деле, от 16 миллионов ожидания беженцев из Африки в этом году. Привязка непосредственно, в том числе, к украинскому зерну. Я считаю, что когда мне, действительно, меня грабят и забирают у меня еду, как это делают сейчас американцы, и пробуют именно экономически задушить Россию, все методы хороши, и осознание и распространение последствий вот той политики, которая сегодня есть, это катастрофа. Это катастрофа для всех. Победителей не будет. И, ну, надо интенсивировать разговоры именно о страхах европейцев. Это то, что забивается в институте. Но все хорошо, без мяса проживем. Ну, в свитерах теплых земель встретим. Нет, не все хорошо. Владимир, а давайте вот о том, как в свитерах встретим, да, еще там электрокуртки тоже и электроодеяло в списке, что поможет. Еврозона